Прошла презентация в Apple, я уже спешу с вами поделиться ее итогами. Сегодня я расскажу обо всем, что представили купертинцы вкратце, а затем будет серия роликов о каждом продукте отдельно, мое мнение. Перед началом видео хочу поблагодарить новых подписчиков, чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первый закрепленный комментарий, подпишись на канал и не забудь нажать колокольчик. Презентация Apple началась довольно сумбурно, там показали несколько софтовых нововведений, что-то такое неинтересное про фильмы, про сериалы, про Apple TV. Все это мы упустим и начнем, конечно же, с Apple Watch. У меня уже открыта вкладочка и сейчас я вам расскажу, что же там нового показали. Apple Watch Series 5, это практически те же самые Apple Watch Series 4, у них чуть-чуть обновили начинку, в них добавили Always-On Display, то, чего в принципе не хватало в Apple Watch, потому что не всегда удобно поднимать другу, хочется иногда бросить взгляд на часы и увидеть время, этого в Apple Watch не хватало. И нам пообещали целый день работы автономной. Ну, блин, ребята, ну давайте хотя бы 5, Xiaomi вон делает часы с 20 днями автономной работы, а тут всего день. Я понимаю, что Apple Watch довольно навороченный продукт, и реализовать какую-то серьезную автономность этого устройства сложно, поэтому давайте довольствоваться чем есть. Следующим продуктом, который показали Apple, это новый iPad. У него экран 10,2 дюйма уже, то есть подрос экранчик у него, рамки уменьшились. И что самое странное для меня, это то, что он работает на процессоре Apple A10. Чего, ребята? Процессор от iPhone 7 в новом iPad. В принципе, это дает нам понять то, что железо Apple настолько мощное, что даже начинка iPhone 7 все еще актуальна, и ее можно устанавливать в iPad с огроменным экраном, и он будет работать отлично еще несколько лет. Пользователи iPhone 7, iPhone 8, 10, 10R, вообще можете не париться, ваше устройство еще будут актуальны очень долго. На презентации был интересный график, в котором сравнивали производительность процессоров, и там показано, что Snapdragon, сколько бы он баллов в Antutu не выбивал, в реале намного-намного слабее, чем процессоры от Apple. Не говоря уже про новые A13, которые представили, это вообще просто пушка. Самым главным для меня лично анонсом был iPhone 11. Слава богу, что они избавились от всех этих иксов названий, и не будет вот этого мракобесия с XS, XL, XR и прочей херней. В прошлом видео я как раз об этом говорил. Теперь iPhone называется 11, и на этом все. Теперь не будут вот эти вот колхозники на каждом углу кричать iPhone XS, XR, XXL и прочая херня. Слава богу. iPhone 11 по факту это переработанный iPhone XR. Мой любимый iPhone, которым я пользуюсь на данный момент. Я безумно рад, что они показали именно его в таком формате, потому что я не готов был переходить на OLED-экран, я не готов был менять какой-то форм-фактор, но хотелось чего-то новенького. И как раз то, что показали, мне подойдет. Я предполагал, что они вообще не будут обновлять iPhone XR, но так случилось, что они его обновили. Что из себя представляет iPhone 11? Это практически то же самое iPhone XR. С теми же всеми любимыми рамками, с толстым алюминиевым корпусом. Добавили новые цвета и по внешнему виду еще добавили вторую камеру. Но это не телефото, это широкоугольный объектив, то есть суперширокоугольный. В принципе, интересно потестить. Обязательно расскажу вам, что из себя представляет этот iPhone и сделаю предзаказ. Все новые цвета этого iPhone вы можете видеть у себя на экране. Из основных нововведений в iPhone 11 в железе хочется отметить новый процессор Apple A13, который, как я уже сказал, безумно просто мощный. Добавили новую фронтальную камеру, что для меня, как для блогера, тоже большой плюс. Теперь она не 7, а 12 мегапикселей с функцией какой-то глубины. Это очень здорово. Давайте потом это все уже конкретно затестим. Основная камера также не обошлась без изменений. Там прокачали и основной модуль, ну и добавили ультраширокие модули. Как-то они вкупе вместе могут работать. Все мы это обсудим позднее. Также немножко прокачали водозащиту. Раньше она была IP67, теперь она IP68. Мне это ни о чем не говорит. Я с iPhone не плавал, но, наверное, теперь он будет еще более защищен от воды. Это тоже приятно. Перейдем к iPhone 11 Pro. Очень странно, что на презентации ничего не сказали про iPhone 11 Pro Max, но и такое есть. То есть их просто вместе объединили и рассказывали, как про один новый смартфон. Что там нового? Там добавили третью камеру, которая выглядит довольно неплохо в корпусе. Не так, как это все показывали на снимках. То есть, в принципе, дизайн новых камер мне очень понравился. Я даже больше скажу. Внешний вид задней стенки iPhone выглядит намного симпатичнее, как по мне, чем в iPhone XS. Там, где все ругались на овальную объединенную камеру. Теперь это выглядит как три отдельных объектива. Очень красиво и прям-прям-таки по мне. У меня вообще нет никаких претензий к iPhone по поводу дизайна. По-моему, он прекрасен. Это лучшее, что сейчас есть на рынке. Самый лаконичный и додуманный смартфон. Это супер, что они практически не изменили его внешний вид. И добавили камеры, которые, как по мне, выглядят только симпатичнее. Самое главное, чтобы они не сильно выступали. Потому что в моем XR есть небольшие с этим проблемы. И не все чехлы подходят. Не все чехлы защищают камеру. А в общем-то, я доволен дизайном. Добавили новые цвета в Pro-версии. Я не совсем понял, как эти цвета выглядят в реале. Потому что на фотографии вот черный и какой-то такой зеленый. Они очень похожи. Я не знаю. Я прикреплю фотографии. Вы сравните. В iPhone 11 Pro прокачали аккумулятор серьезно. Он живет на 4 часа дольше, чем в XS. iPhone это тоже не может не радовать. То есть, автономность будет на высоте. Это происходит за счет того, что у них там какой-то супер энергоэффективный процессор. За счет того, что у них там какой-то аккумулятор прокачанный. Но по сути, по сути, я считаю, что iPhone 11 также будет обладать такой же долгой автономностью. Просто они решили это рассказать тогда, когда говорили про iPhone 11 Pro. Чтобы долго не растягивать про iPhone 11. Серьезно прокачали экран iPhone 11 Pro. Там какой-то Super HDR и XDR. Что-то профессиональное, крутое, суперское. Я обязательно заценю экран и расскажу вам, что и как. Но для себя я решу, что я буду покупать iPhone 11. Потому что, как по мне, это довольно разумный вариант. Почему разумный? Давайте перейдем к ценам. И вы поймете, почему разумный. Цены на iPhone 11 начинаются с 59 990 рублей за младшую версию. То есть, соответственно, это iPhone 11 на 64 гигабайта будет стоить столько. На 128 уже стоит 65 тысяч. И на 256 уже стоит 74 тысячи рублей. Это iPhone 11. 11 Pro начинается с 90 тысяч вообще. То есть, 89 990 и до 121. Но еще интереснее цены на iPhone 11 Max Pro. Они начинаются со 100 тысяч и заканчиваются 132 тысячами. Ё-моё, 132 тысячи. Довольно интересный ценник. Я не удивлюсь, что сейчас многие побегут брать кредиты, чтобы выпендриться. Смотрите, у меня iPhone 11 Max Pro. Хотя он, в принципе, нахрен не нужен. Как по мне, iPhone 11, у которого есть новая навороченная камера, то же самое железо, вполне удовлетворит всем моим требованиям. И вы, ребята, будете видеть картинку именно с iPhone 11 снятую. И никаких ущербностей вы не почувствуете, потому что iPhone 11 Pro будет снимать так же. Соответственно, я не вижу смысла особо тратиться. 59 тысяч – это отличный ценник. Давайте поговорим о том, что оставили в продаже. Оставили iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro. То есть iPhone X до свидания, iPhone XS до свидания. Как я и говорил, их снимают в продаже. И через какое-то время они просто пропадут со всех полок в магазинах. Подешевел ли iPhone XR? Можно сказать да, можно сказать нет. Его официальный ценник сейчас стартует с 49 990 рублей. Но до этого iPhone XR можно было купить на Тимоле за 47. Поэтому, как я и думал, никаких снижений цен особых не будет. Как происходит обычно, Apple периодически снижает цены, немножко-понемножку-понемножку, подходя к презентации. И когда уже представляют новый iPhone, получается так, что старый iPhone как раз стоит довольно дешево уже. Ну вот это мы и получаем. iPhone XR – 50 тысяч, iPhone 11 – 60 тысяч и так далее. Какой iPhone покупать, вы уже думаете сами. iPhone XR все еще безумно актуален. Его стоит покупать. Про него еще будет несколько роликов на канале. Я его обязательно сравлю с 11 iPhone. У нас еще будет очень много всего интересного, ребята. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что думаете по поводу новых iPhone, новых Apple Watch, нового iPad. Я пишу это видео в 7 утра, чтобы успеть с вами поделиться этой новостью. Спасибо всем большое за просмотр. Подробнее о каждом из девайсов мы поговорим чуть позднее. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.